Я входил Обедал черв знает с кем во фраке С высоты ледника я озирал полмира Трижды тонул, дважды бывал распорот Бросил страну, что меня вскормило Из забывших меня можно составить город Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна Надевал на себя, что сызнова входит в моду Сеял рожь, покрывал черной толью гунна И не пил только сухую воду Я впустил в свои сны Вороненый зрачок конвоя Жрал хлеб изгнания, не оставляя корок Позволял своим связкам все звуки Помимо боя, перешел наш опыт Теперь мне сорок, что сказать мне о жизни Что оказалось длинной Только с горем я чувствую солидарность Но пока мне рот не забили глиной Из него раздаваться будет лишь благодарность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok What I love most about Joseph Is that he's absolutely serious Брутский Это поэт Это строка Это нельзя одним словом Это человек Субтитры создавал DimaTorzok Брутского я знал еще тогда, когда он не стал Брутским То есть, когда ему было 18 лет И мне, соответственно, он на месяц младше с января 59-го года Но впервые услышал я его 14 февраля 1960 года На турнире поэтов В Нарвской заставе Устроенной Натальей Грудининой Ленинградских поэтов Где Бродский сразил практически всех Половина зала ревела и выла от отвращения Половина от восторга Брутский перед выступлением подменил безобидные тексты И выступил с текстами программными для того времени Я услышал Еврейское кладбище около Ленинграда Кривой забор из гнилой фанеры За кривым забором лежат рядом Юристы, торговцы, музыканты, революционеры Субтитры создавал DimaTorzok Я услышал того Бродского, которого я полюбил практически на всю жизнь И по сейчас Это был рыжий, сопливый, безумный, веснущатый Еврей-пророк, мальчик, но пророк уже, Моисей Бродский занимает совершенно особое положение в нашей литературе И издавна занимает его, в общем, с самого начала Я могу об этом спокойно говорить Потому что поэтическая работа Бродского Долгое время шла на моих глазах Гораздо труднее точно определить По каким причинам Бродский стал тем Очень большим русским поэтом, каким он стал Ну, если пытаться формулировать это сжато и коротко То можно сказать вот какие вещи Например, почему Бродский так сильно воздействовал На молодых людей в 60-е годы В самом начале своей литературной карьеры Очевидно потому, что, во-первых, никто, так как Бродский И в творчестве, и в стиле поведения не выразил Принцип свободы и человеческого достоинства А во-вторых, что очень важно Бродский в наше, вот в советский период После сталинский период, скажем так Наиболее острым, наиболее острым образом, что ли Воплотил необходимую для человека идею трагедийности существования Советский читатель и молодой тогдашний читатель в частности Были воспитаны на таком фальшивом оптимизме Меня окружают молчаливые глаголы Похожие на чужие головы Глаголы, голодные глаголы Главные глаголы, голые глаголы Глухие глаголы, глаголы Бессуществительные глаголы Просто глаголы, которые живут в подвалах Говорят в подвалах Рождаются в подвалах Под несколькими этажами всеобщего оптимизма Бродский писал где-то О советских битниках, советских барачниках Советской неофициальной литературе Которая жила в подвалах Рождалась в подвалах Под несколькими этажами Сталинского всеобщего оптимизма Бродский изначально со своих 17 лет Был трагическим поэтом Вот если соединить два эти момента Это был свободный трагический поэт Субтитры создавал DimaTorzok Я помню свое отношение к детству Я ненавидел себя ребенком Я всячески от этого пытался отделиться Я старался поскорее повзрослеть Мною перестали командовать Детство, это с одной стороны Детство, с другой стороны Ахматова говорила, что детство Это самая грязная пора у человека Это все абсолютно правда Может быть в моем случае Просто не было особенно розового детства Хотя семья была замечательная И жаловаться мне не приходится Просто я ненавидел всю эту самую Всю эту дисциплину Всю эту милитаризацию Советского общества Советского общества Ну вообще детство Выходите в школу Вам, значит, говорят Делаете то-то, то-то Наверное, это все правильно Но в общем мне это не нравилось Я старался по возможности Побыстрее от этого отделаться И вообще, когда человек смотрит на свое прошлое Он смотрит, то есть, как мне кажется Он смотрит на него скорее Ну, со смущением, со стыдом Если не просто, с отвращением Потому что ты совершаешь массу поступков Которые ты хотел бы не совершить Которые лучше бы не совершать И так далее, и так далее То есть, в общем, у меня нет таких Особенных, особенно нежных Нежных воспоминаний о детстве Хотя о людях, о родителях, о родственниках Конечно же я вспоминаю с нежностью Субтитры создавал DimaTorzok 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 « Pour commencer, il est préférable que je me fie à mon acte de naissance qui déclare que je suis né le 24 mai 1940 en Russie, à Leningrad, quoique je trouve abominable ce nom donné à une ville qu'il y a longtemps les gens ordinaires avaient surnommé simplement Peter. C'est la ville de Petersburg. Dans l'histoire nationale, la ville est devenue Leningrad. Par la vulgarité croissante de son contenu, elle le devient de plus en plus. En outre, le mot Leningrad a déjà pour l'oreille russe une sonorité aussi neutre que le mot construction ou le mot saucisse. Leningrad a déjà pour l'oreille russe этого места, этого города, заключается именно в том, что он стоит, как бы сказать, по отношению ко всей империи, по отношению к России, ко всему этому миру, к одной шестой части света, он находится как бы на краю этого света, да. То есть, и это объясняет до известной степени возникновение в нем в 18 веке, как бы сказать, русскую литературу как таковой, как авторскую литературу. Для писателя, видимо, важно, то есть, это общее место, находиться в несколько отстраненном состоянии от своего материала, то есть, должна быть какая-то дистанция. И Петербург, чисто географически, по отношению ко всей стране, по отношению к России, это, в общем, как бы сказать, это письменный стол до известности, письменный стол, стоящий на краю империи и на краю, как бы сказать, ну, до известной степени мирового океана, то есть, если воспринимать Финский залив, как, значит, такой последний залив океана, да, ну, Балтийское море и так далее, и так далее. Это идеальное место для письменного стола. В некотором смысле, в некотором роде, и в этом смысле, это, конечно, вдохновляло, то есть, это, там, выход в некоторую бесконечность, да. И так далее. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok и все прочее, я думаю, что, в общем, более-менее это связано о том, что действительно в литературу пришло новое поколение, не только в русскую, что теперь, как бы сказать, литература – это наше дело. И, как говорит Шекспир, то есть, это перефраза из Бинга Хервера «Будущее», «The rest is not silence, but belongs to me», «The rest is not silence, but belongs to ours». Это перефраза из Гамлета. Это поколение, которое, в общем, я не знаю, вы знаете, мне это трудно, это, я не хочу просто болтать без трубку. Это люди, ну что ли, у которых меньше иллюзий, чем у их предшественников. Это люди единственные, для которых, в общем, это может быть последнее поколение, как мне кажется, это может быть несколько драматический, мелодраматический взгляд на вещи, для которых культура представляла и представляет главную ценность из, вообще, тех, которые находятся в распоряжении человека. Это люди, которым христианская цивилизация дороже всего на свете. И которые, в общем, приложили немало, по-моему, усилий, для того, чтобы ее, в общем, как бы сохранить, предохранить, защитить. Позвольте выжить тогда, когда, казалось бы, значит, вот все должно перемениться, да. Это люди, в общем, то есть, я уже говорю, видимо, о себе, которому, соответственно, определенное упрямство именно в отстаивании этих ценностей и в отвержении, и даже, в общем, в пренебрежении ценностями того мира, который возникает у нас на глазах. То есть, люди, которые, в общем, ну, что ли... Ну, я не знаю, что я могу еще потом сказать. Люди, которые, в общем, чрезвычайно... То есть, воспитаны более книгами, нежели опытом. Люди, для которых, в общем, опыт как таковой, если он не совпадает, не совпадает, или оказывается, ну, что ли, как бы сказать, менее интересным, чем опыт, предполагаемый книгами, они, скорее, будут пренебрежать реальностью в пользу литературы или в пользу культуры. Это поколение... То есть, до известной степени... Это поколение, которое до известной степени ответственно за перемены, происходящие, например, на сегодняшний день в Советском Союзе. Более чем, кто бы ни был иной. Ну, что еще могу сказать? Ну, это примерно все. Таких больше не будет. Это точно. То есть, те, которые моложе, как, впрочем, те, которые старше, они, в общем, в культуре в равномерии не заинтересованы. То есть, старики по соображению сохранения своего положения и комфорта, более молодые по соображениям приобретения комфорта, да. То есть, это может быть несколько цинический и холодным взгляд на последующие поколения. Ну, таким оно мне представляется. Я буду рад, если я ошибаюсь, но я думаю, что я не ошибаюсь. Лес, водокачка, лицо крестьянки, изгородь из твоей жестянки расползается вправо-влево, вырытые рядом со стенках лево червяки, а потом телега с наваленными на нее кулями и бегущей убранными полями проселок. И где-то на дальнем плане церковь графином Суслоны, хаты, крытые шифером столью, скаты и стекла, Ради чьи храм закатый существует И тень от спинцы, удлиняясь до польской почти границы, Бежит вдоль обочины за матерком возница, Как глохмата жучка, она жидинка, И ты глядишь на носок, ботинка, в зубах травинка, В мозгу блондинка с каменной дачи, И в верхотуре только журавль, А невестник бури слава нормальной температуре На десять градусов ниже тела Слава всему, до чего я сделала Всему, что еще вам не надоело Рубашки, болтающиеся подсохнув, Панами выглядящие, как подсолнух, Вальцы издалеку на сопках Развивающиеся занавески летних Сумерек, крынками полный летник Сталин или Хрущев последних Тонущих в треске цикад известий Варенье сделано из местной брусники Обмазанные звездкой щеколотки яблоневой аллей Чем темнее становится, тем белее А дальше высятся бармалеи Настоящих деревьев сгущенной синьки Вечера кухни, зады, косынки Срединая форточка херосинки С адским пламенем Ужина на верандах Картошка во всех ее вариантах Круг и редиска Невероятных размеров укроп, огурцы и скатки Помидоры и все это прямо с грядки Наконец, наигравшись в прятки Пыльные емкости, копоть лампы Пляска теней на стене, таланты Поклонники этого действа Латы самовара и рафинад от соли Отличаемой с помощью мухи Соло удода в малиннике Или ссоры лягушек в канаве у сеновала И в латах кипящего самовара Ужимки вытянутого овала Шорок газеты, круглый от рыжек Из гостиной доносится четкий чижик И мысль симонида на счету лодыжек Избавляет на миг каленый взгляд от обоев И ответвление боярышникова Вид коленей всегда недостаточен Тем дороже И мысль симонида на счету лодыжек Избавляет на миг каленый взгляд от обоев Это ответвление и ответ Джейсус, что я написал Я думаю, что Бродский лучший Сейчас поэт из пишущих на русском языке Потому что он самый свободный Не связанный ни каким Ни государственным Ни общественным каким-то давлением Он пишет то, что чувствует и думает И видимо он превосходит Этим всех поэтов, которые живут здесь В Советском Союзе Которые по понятным, по известным нам причинам Того, что живущие здесь литераторы Ощущают государственное давление И волей-неволей Сами себя ограничивают Как это говорится по-русски Подвергают себя самоцензуре Даже лучшие поэты из тех Кого назвал Иосиф Бродский И называют в числе русских поэтов Кушнер, Рейн Невольно, независимо от Своего желания Страдают тем, что они не говорят Все, что могли бы и хотели бы сказать Он никогда не был официальным поэтом в России Но я никогда не мог его воспринимать Как неофициального поэта Потому что это находилось все в других измерениях Он был поэт И этого времени, наверное, более громкого голоса не было Наверное, всякий большой поэт Отличается тем, что он приносит в искусство То, что в искусстве до этого не было Он приносит улицу И голоса людей, которых там не было Отличие его от тех, кто подражает жизни В том, что у него это превращается в искусство В его работе Это произошло с Бродским Он может вести речь о довольно низких предметах О газете, об овощном магазине, о лысине, о чем угодно Они приобретают больший размер в его стихах Потому что человек находится в присутствии Всегда чего-то большего, высшего Может быть, более длительного Я не могу сказать, вечного или не вечного Это трудно судить Но чего-то более значительного, чем наша каждодневная жизнь Вот я думаю, что это качество и придает его стихам Классический характер Не классический характер, а классические размеры Пропорции Он говорит очень громким голосом в поэзии И, видимо, считает это своим долгом Мне кажется, что у него есть на это право Я не знаю, классик ли я Я в абсолютном состоянии думать или рассуждать о себе в этих категориях Я думаю, что я в достаточной степени человек с современным сознанием Который облекает свои соображения Или свои, скажем, высказывания по поводу того, что происходит в жизни И так далее, и так далее Но, видимо, более строгие формы Нежели, скажем, нежели Нежели большинство или значительное большинство их современников Я делаю совершенно сознательно Потому что я считаю, что хаос надо организовывать Хаос это неинтересно, хаос это банально Порядок это не банально Ну, уже хотя бы поэтому Скоро тринадцать лет Как соловей из клетки Вырвался и улетел И на ночь глядя таблетки Багдыхан запивает кровью Проштрафившегося портного Откидывается на подушки И, включив заводного, погружается в сон Убаюканной ровной песни Вот какие теперь Мы празднуем в Поднебесной Невеселые, нечетные годовщины Специальное зеркало разглаживающей морщины Каждый год дорожает Наш маленький сад в упадке Небо тоже из кого-то шпилями Как лопатки и затылок больного Которого только спину мы и видим И я иногда объясняю сыну Багдыхана природу звезд А он отпускает шутки Это письмо о твоей Возлюбленной дикой утке Писано тушью на рисовой тонкой бумаге Что дала мне императрица Почему-то в последнее время вокруг Все больше бумаги Все меньше риса Дорога в тысячу ли Начинается с одного Шага гласит пословица Жалко, что от него Не зависит дорога обратно Превосходящая многократно Тысячу ли Особенно отчитывая от О Одна ли тысяча ли Две ли тысячи ли Тысяча означает Что ты сейчас вдали От родимого крова И зараза бессмысленности Со слова перекидывается на цифры Особенно на нули Ветер несет нас на запад Как бурые семена Из лопнувшего стручка туда Где стоит стена На фоне человек уродлив И страшен, как иероглиф Как любые другие Неразборчивые письмена Движение в одну сторону Перевращает меня В нечто вытянутое Как голова коня Силы, жившие в теле Ушли на трение тени А сухие колосья Дикого ячменя Да Это был самый конец 59-го года. Я тогда начал выпускать первый в этой истории литературный, чисто поэтический журнал. И поскольку это вообще был первый самоздатский журнал, и поскольку тогда за это еще и не сажали, и вообще непонятно было, что это такое, то вокруг начали появляться люди. Питерскую поэзию я любил, и в частности моими друзьями и авторами этого же журнала, и уже наверняка авторами, были те, кого сегодня Бродский называет своими учителями. Женя Рейн, Володя Уфленд. Но сам Бродский, в общем, в этом еще чувствовалось что-то совсем-совсем молодое, немножко слишком задиристое. 15 по 5. И после этого был перерыв на два с лишним года, потому что вскоре за этим меня просто посадили за этот самый журнальчик «Симтаксис». А когда меня выпустили, то тут уже, куда бы я ни приходил, хотя я уже не издавал никаких поэтических журналов, но куда бы я ни приходил, я видел толстую пачку стихов Бродского. Уже это... Уже как бы появился какой-то поэтический рынок, на котором были разные валюты, и вот это была валюта из валют. Официальные лица мало вчитывались в его стихи. Они их не очень интересовали. Их интересовало его воздействие на мир, воздействие на читателя. При том, что он не публиковался в то время совсем, он очень читался. Читался гораздо больше, чем многие известные, так сказать, официальные поэты. Ну, очевидно, знают и в Европе, и во всем мире о таком явлении совершенно особом в нашей культуре, как сам издат. Это распространение литературы в рукописях, в машинописи, которое не удалось истребить, несмотря на все старания. Вот Бродский был одним из таких вершин поэтического сам издата в 60-х годах. Когда я первый раз приехал в Ленинград в 64-м году учиться, я первый раз в списках, в его процесс, естественно, тунеядце Бродскому. И первые его стихи, которые я прочел, я помню, поставим памятник к концу длинной городской улицы, которая никому не мешает, поставим памятник лжи, и все слепые блуждают ночью. Сейчас рассказываем вам, всегда так улыбаются по поводу этого, потому что это, в общем-то, конечно, юношеские стихи, но полная тех. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это было одно из самых страшных впечатлений в моей жизни. И тогда, и по сию пору, хотя с тех пор мне в брежневские времена пришлось побывать на нескольких политических процессах в Ленинграде, процессах террористических по отношению к нашей интеллигенции, процессах совершенно беззаконных, но тем не менее впечатление от суда над Бродским, пожалуй, самое сильное из них. Может быть, потому что это был первый такой суд. Нужно еще помнить, что суд над Бродским был первым страшным ударом по нашей литературе, который был нанесен в послесталинские времена. Субтитры создавал DimaTorzok И вот он меня удивил тогда в первый раз пропорциональностью своей реакции на это событие. Там не было ни озлобления, не было ни удали какой-то наигранной. Он воспринял это как часть жизни, даже, кажется, что-то в этом роде сказал. И вот я тогда подумал, что у этого человека есть ощущение своей судьбы. Не миссии, что было бы, наверное, очень скучно, а судьбы. И судьба может принимать вид неграмотного судьи или какого-то мошенника. Она может действовать через них, но не они являются двигательной силой его жизни. И поэтому у него не было ни враждебности, ни озлобления, ни желания нажить внутренний моральный капитал на этом. Не для других, а даже для себя. Биография человека, то есть биографические возможности человека, они колоссально ограничены. Ну что может произойти с человеком? Ну там, скажем, ну это все можно подсчитать. Даже прикинуть на компьютере, даже компьютера не надо, пальцев достаточно. То есть он может, скажем, родиться в бедной семье, в богатой семье. У него могут быть братья, у него может быть не быть братьев. Он может быть женат и разведен. Извращенцам нет, там несколько детей, несколько семей. Сесть в тюрьму, умереть рано, умереть поздно и так далее, и так далее, и так далее. Если бы дело было в жизни, у нас было бы гораздо больше литературы, да? То есть гораздо больше поэзии. Дело совершенно не в жизни, а дело в языке и, ну и если угодно, в некотором таланте индивидуума, да? В слухе, если угодно. Или в этом самом, как бы сказать, во вторжении подосторонних сил. То есть я терпеть не могу. То есть мне, с одной стороны, повезло, с другой стороны, нет, разумеется. Ну, потому что действительно жизнь моя до известной степени богата событиями. Или, по крайней мере, богаче, чем, там, скажем, у среднего человека. Но это ни в коем мере не играет роли, там, скажем, в самом процессе, для самого творчества, да? То есть, скажем, масса людей, у которых жизнь была куда более насыщена событиями, и которые видели больше, слушали больше, участвовали в совершенно невероятных делах. То есть есть люди, которые просто бомбили Хиросиму, но они стихов не писали, да? Поэтому, в общем, то есть я думаю, что это чрезвычайно неразумно. То есть не разумно, а просто это отвлекает читателей, это отвлекает внимание публики от творчества, когда начинается разговор о жизни. Это чрезвычайно вредные дела. Монументы событиям, никогда не имевшим места, несостоявшимся кровопролитным войнам, фразам, прогроченным в миг ареста, помеси голого тела с хвойным деревом, давшиеся Сен-Себастьяна, авиаторам, воспарявшим к тучам посредством крылатого фортепиана, создателю двигателя с горючим из отходов воспоминаний, женам мореплавателей, над блюдом с одинокой яичницей, обнаженным конституциям, полногрудным независимостям, кометам, прилетевшим мимо Земли в погоне за бесконечностью, чьим приметам соответствуют эти ландшафты, но не полностью временному соитию, в бороде арестанта идеи власти и растительности, открытию, инфарктике, неизвестной части этого света, ветреному кубисту, кровель, внемлющемуся от рана телеграфных линий, самоубийству от безответной любви тирана землетрясению, подчеркивает современник, народом встреченному с восторгом, руке никогда не сжимавший денег, тем более детородный орган сумме зеленых листьев вправе, заранее презирать их разность, счастью, с нам навязавшим яви, за счет населения свою бессвязность. Стоитновение, собственно, Бродского и официальной культуры, это было, на самом деле, столкновение культуры, русской культуры и антикультуры, которая всячески официально культивировалась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Л'Exil vous emmène en une nuit, là où il faudrait une vie pour y parvenir. Et si cela sonne comme une publicité, tant pis, car il est temps de vendre cette idée. Je souhaite en effet qu'elle ait plus de clients. Une métaphore aiderait peut-être. Être un écrivain exilé, c'est comme être un chien ou un homme envoyé dans l'espace dans sa capsule. Et ta capsule, c'est ta langue. Pour en finir avec la métaphore, il faut ajouter que rapidement, le passager découvre que la capsule ne gravite pas vers la Terre, mais vers l'immensité de l'espace. Je pense que Joseph was famous in America among people who care about literature. Before he arrived, he had very distinguished patrons. I knew that he was a protege of Akhmatova's, and I knew Auden, and I knew that Auden was interested in his work, and I also had heard Robert Lowell talk about him. Yes, I think the audience for literature in the United States is a small audience, but I would say among people who care about literature, Joseph was viewed as a very important writer. I think Joseph has made a big difference here in America. He has influenced taste in poetry. He has made people more interested in Russian literature. in part because we have a great poet living among us who is an heir to that tradition and has written about those writers. People are much more aware of Russian literature, in part because of Joseph. He has influenced American poets because of his particular ideas about poetry. He has influenced American poets I think he has influenced American poets because of his particular ideas a lot of times I think this is kind of... You have a good idea, you have a good idea, you are looking for a room, there sits a room, there is a room here. And that's the same in the same way happened in his house. Идиоматика остается той же самой. Любое место, приложение пространства. Разумеется, все это сопряжено с трудностями, перемещение куда бы ни было. Начинать жизнь 32 года в другом месте довольно сложно. Но так и следует рассматривать прогресс как усложнение задачи. Я ни в коем случае не рассматриваю себя как изгнанника и как жертву. Я просто рассматриваю себя как человека, живущего в другом месте, за границей в худшем срочи. И так далее. В конечном счете, когда вы... То есть и по существу, по существу, я не чувствую никакой особенной разницы. В конце концов, научить себя другому языку и так далее. Это было только интересно. И в общем важно. Это, в конце концов, то, что называется английский челлендж. Что касается, там, скажем, взаимоотношений с людьми. Ну, вы знаете, когда вы кончаете, то есть проходит день, и когда вы, там, скажем, сочиняли что-нибудь, вы выходите на улицу в родном городе, вы чувствуете себя не менее странником или чужеродным термом, нежели когда вы находитесь за границей. В общем, может быть, находясь за границей, это скорее естественно, естественно не испытывать, чем находясь дома. То есть уже хотя бы это. То есть, в общем, качественно, качественно никаких особенных переживаний новых, качественно новых, я упомнить не могу. Просто жизнь в другом месте. Вот и все. И так это и надо называть. То есть я всю жизнь хотел поехать, посмотреть, тогда я никогда не хотел уезжать, на всю жизнь. Но это произошло. Ну, это новые условия игры. Но это самое играющее, тот же самый человек. То есть это самое. Так что, в общем, никакой особенной драмы с этим связано не было. Такой внутренней драмы. В общем, я довольно много переводил и оказавшись здесь, я просто переводил с английского в том числе. И, в общем, когда я оказался здесь, у меня было такое ощущение, что как бы приблизился к оригиналу, что называется. Шумка. Не из лучших. Ну, так себе. Тюрьれた. Правда. Сτηня-Fнау Жозеф likes to talk. Он likes to be in public. He likes to engage in debate. Джося очень víordал в Mosesеada. Х Sichtный в обстоятельствии. Он любит быть интересно. Остой деловой, не только текст. Но который лично попреждал. В том числе, и очень сильный. Игорь немногого. Будет очень vẫn очень полноцен. Он очень трудless угробы, поскольку именно вarel Oha, не только в том числе, что он имеет близкий нулю патурлюсь, but he wants to be part of the politics of literature. He wants to influence people's taste. He wants to help create reputations and correct reputations. He wants to attack writers whom he doesn't like. He wants to promote writers he does like. He's not just a poet. He is a man of letters, and he's a public person. The tourist archipelagos of my south are prisons too, corruptible. And though there is no harder prison than writing verse, what's poetry if it is worth its salt but a phrase men can pass from hand to mouth? From hand to mouth across the centuries, the bread that lasts when systems have decayed, when in his forest of barbed wire branches a prisoner circles chewing the one phrase whose music will last longer than the leaves, whose condensation is the marble sweat of angels' foreheads, which will never dry till Borealis shuts the peacock lights of its slow fan from L.A. to Archangel, and memory needs nothing to repeat. Frightened and starved with divine fever, Oship Mandelstam shook, and every metaphor shuddered him with ague, each vowel heavier than a boundary stone, to the rustling of ruble notes by the lemon never. But now that fever is a fire whose glow warms our hands, Joseph, as we grunt like primates, exchanging gutturals in this winter cave of a brown cottage, while in drifts outside mastodons force their systems through the snow. I wrote this poem for Joseph Brodsky in Oklahoma a few years ago. What Brodsky does as an example is he deepens your responsibility as a poet in this respect. He deepens it, and he reminds you that you have to think. He opinionated to him, and he said, he did not say, he dare to talk to him, Замечательный ужин, и уже вино стояло на столе, и все. И он говорит, о, мышь, он меня мышью зовет, а я должен с тобой... Хотя он мне позвонил, и он говорит, приходи, мне нужно с тобой поговорить. И он мне отвел напротив какую-то забегаловку. Буквально на медне он смотрел что-то по телевидению, с моим участием, ему очень не понравилось. Так он оставил свой ужин своей девушкой, и два часа провел со мной в забегаловке, говорил о моих фопа, да, и все дела. Вот такой человек он. Он reminds you that you have to think, and that may not sound too remarkable. And by thinking, I mean good thinking, sound thinking. I don't simply mean an image that is striking, or philosophical thought, or metaphysical thought, or something. I mean, what I think he's done is to return to poetry the necessity, not only of clear thinking, but of hard thinking, of difficult thinking, and that the resolution of that thought, which may be in a metaphor, or it may be in a phrase, is a solid system of thought known as poetry, and not necessarily philosophy, or religion, or science. And that, to me, is very important. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Поэзия играет роль колоссального ускорения сознания, да, то есть, и вот этот способ вырваться из детства, если угодно, да. Просто она, как бы сказать, образовывает человека, она заставляет его видеть связи, те связи, и, как бы, расправляет его, подталкивает их к тем душевным движениям, или обеспечивает те души, вызывает в нем те душевные движения, которые иначе, которых иначе бы он не совершил. То есть, это наиболее, как бы сказать, эффективный, на мой взгляд, наиболее эффективный форма познания. И на это, на это, в общем, ничто не влияет. То есть, однажды, когда эта метода, с этой методой, когда ты сводишь знакомство, она становится уже более-менее инстинктивной постепенно, и потом уже ты становишься этим методом познания, этим методом существования, ты сам превращаешься. То есть, ты превращаешься, в некотором роде, в язык. И все эти самые измерения, там, скажем, премия, не премия, мировая известность или мировая неизвестность. Литератор всегда существует, в общем, более-менее маргинальное. И это вполне логично, в любом обществе. И это логично, естественно. И каждому литератору это более-менее неизвестно. И поэтому признание или отсутствие оного, это всего лишь, ну, как бы сказать, по существу... Оставьте, оставьте. Ничего, он сейчас прекратит звонить. Это по существу лишь... Дело степени этой маргинальности. То есть, она больше или меньше. Для человека частного, и частности, эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтение, этом довольно далеко, и в частности от Родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, оказаться внезапно на этой трибуне большая неровкость и испытание. Ощущение этого загубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог, что называется, обратиться урби от урби с этой трибуны, и чье общее молчание как бы ищет и не находит в себе вас выхода. Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это простое соображение, что по причинам, прежде всего, стилистическим, писатель не может говорить за писателя, особенно поэт за поэта, что окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уист Ноттен, они невольно говорили в любое имя на самих себя и, возможно, тоже исполняет мне, в любое имя на самих себя. Мне трудно представить себя в качестве туриста или гастролера в стране, где я родился, вырос, прожил 32 года. Это чрезвычайно сомнительно, по-моему. То есть, трудно себе представить. Я думаю, что осуществить это просто. Осознать это, видимо, немыслимо. То есть, это, видимо, будет просто еще таким дополнительным увеличением абсурда, который чрезвычайно, которым, скажем, мое существование, как мне представляется, изобилует. Уже и так. И, в общем, мне лично, то есть, по своей воле, увеличивать количество абсурда в своем сознании, в общем, неохота. То есть, разумеется, существуют всевозможные сентименты и так далее, и так далее, и так далее. Но, если там, скажем, имеет еще смысл вернуться на место преступления, да, там, скажем, преступнику, потому что там, может быть, деньги закопаны, да, то на место любви возвращаться, в общем, как-то двусмысленно и бессмысленно, вполне возможно. Я понятия не имею. Думаю, что, скорее всего, нет. Думаю, что, скорее всего, нет. Думаю, что человек превращается на протяжении его существования, как мне представляется, во все более и более и более автономное тело. И вернуться из этого, в общем, до известной степени психологического космоса в ту, в общем, во внятную, и как мне представляется, внятную до сих пор эмоциональную реальность, уже, в общем, бессмысленно. То есть, конечно, можно ходить, улыбаться, говорить, да, и там, это самое, и принимать поздравления. Ну, в общем, как-то, но мне подобная перспектива глубоко оперативна. Если бы я мог оказаться там внезапно, совершенно в качестве частного лица и так далее, тогда увидеть двух или трех человек, которых бы я хотел бы повидать. Да, может быть. Грубо говоря, я сомневаюсь в том, что я когда-нибудь вернусь в Отечество. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА